Друзья, всем огромный привет! Вы на канале ДелайСан и с вами снова Алексей. Если не подписаны на канал, подпишитесь прямо сейчас. Также нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А сегодня поработаем с вами с деревом. Сделаем интересную самоделочку, которая, наверное, пригодится. Я надеюсь, что пригодится и получится полезная. Я вот уже такой макетик сделал. То есть это просто образец я для себя делал. Все это будем сейчас вырезать на фрезерном ЧПУ. Почему на фрезерном ЧПУ? Потому что для меня это было проще. Задал в программе и поставил на печать. Конечно, можно было бы, у меня и слеточная пила. Можно это все выделить на ленточной пиле лобзиком. А здесь я сделаю все четко и быстро. Так что вам всем приятного просмотра. Досмотрите ролик до конца. Поехали! Друзья, мы работаем с вами вот на фрезерном ЧПУ в станке. Это бренд Watson. Серия у меня A1 6090. То есть A60 на 90 рабочее поле. Делает все за меня. То, что я ему делаю в программе, он выдает все это на дереве. Сегодня у нас зажат обрезок ясня и будем выпиливать на нем. По итогу имеем мы с вами три такие вот запчастюльки. Вот эта, по идее, должна быть чуть-чуть побольше. Она лежала так, я не рассчитал размер заготовки. Ну, это ничего страшного. То есть она плотненько вообще вот так вот заходит. И вот так она будет ходить. И одна деталька вот так у нас тоже будет крепиться. Можно оставлять так, как есть. В общем, две вот такие вот ламелечки я выпилил. На скорую руку сделаю клей. И поверьте, этот клей будет даже лучше. Взял ацетон. Обычный кемясласт. И пылаю в нашем растворе. Теперь наносим сюда. Ламелечку сразу прижимаем. Вот так вот. И никуда не денется, будет сохнуть. Высохнет, не оторвешь. Сейчас сделаем разметочку под 90 градусов. Сравним вот с этой поверхностью. Я думаю, будет достаточно. Сделаем сейчас отверстие сквозное. Сделаю сначала сверлом на 6, почти сквозное отверстие. Потом вот это расширю уже на 8. Взял такую сантехническую гайку. Отрезал ее в размер. Законтрогайл гайками. Теперь буду закручивать сюда. С тем временем клей наш подсорил. Вот так у нас. У нас полузночки у нас уходит. Здесь сейчас делают 3 отверстия. И одно отверстие здесь. Потом у нас вот такая. Это идет. Здесь сделаем это отверстие сквозное. Чтобы сюда можно было притягивать. Сейчас было свердить сверлом кроечкой. Теперь нашу конструкцию можно немножко подсобрать. Берем шайбу. Сюда вот на направляющую нашу приклеил кусочек алюминия. Теперь сегодня на 3 миллиметра делаю 2 отверстия. Сначала одно. Ставлю откусный гвоздик. Вот так вот прям через лезвие надо будет рядышком просадить второе. Гвоздик немножечко отогнул. Теперь вставляю второе. Теперь вставляю второе. Теперь нашу направляшечку ставим на ее законное место. У нас спокойненько ходит. Из электрода сделал вот такую вот направляющую. Вот она у нас теперь вот так вот становится. И можно затянуть ее при помощи нашего самореза. Берем теперь канцелярская лезвие. Я попробую на таком, но я хочу потом купить другое. Сейчас мы примерим. Вот так сразу его по вот эту рисочку обломаем. Ну, для безопасности, для своей. Затянули. Все, конструкция у нас готова. Теперь здесь можно выставлять, какую нам нужно полосу резать. Вот так вот брать и зафиксировать. Ну, все у нас стоит на месте. Так, друзья, у нас получилось такое с вами бутылкорез. Смотрите, для чего я сделал вот эти опоры. Можно, конечно, где-нибудь на столе зафиксировать саморезами. И буду держаться. Но я в своем случае буду делать это таким вот образом. С трубцинкой. Раз. Прижал. Все, у нас он зафиксирован. И никуда не денется. Здесь, конечно, еще можно поставить линеечку. Направляю, чтобы смотреть, какая глубина. Но мне несложно сделать его таким вот образом. Так вот, завели мы ее. И теперь можно спокойно, одной рукой, тащить бутылочку врезать. Бутылка, конечно, включенная. Кажется, что неровная полоса идет. На самом деле полоса ровная. Я прям двумя руками. У нас получается полоса. Давайте попробуем побольше, пошире ленту сделаем. Чуть-чуть прослабим. Чуть-чуть опустим. И затянем. Завели. И у нас вот идет толстенькая полоса. Вот такое вот количество ленты получилось у нас с одной пятилитровой баклахи. Я не знаю, сколько я здесь пометражу, но, блин, сами знаете, что ленту можно много где использовать. А у меня есть одна идея. Хочу с кек сделать толстые ленты и потом сделать какую-нибудь мебель. Вот если будет интересно, пишите комментарии. Вот смотрите, какая лента получается. Прямо все одинаковые. То есть видно. Я попробовал, поставил сейчас другое лезвие, трапециевидное. Вот такое лезвие, с ним еще лучше. Вот что в первом, что во втором случае, как видите, прям она одинаковенькая. Одна к одной идет. Без каких-либо сгибов. Я буду дать размеры. Ну, размеры здесь не нужны вам они. Все равно. Так, у меня общий получилось 85 миллиметров. То есть у меня по 30 миллиметров вот эти вот идут. И 20. 25 у меня миллиметров центр. Высота у него 13. Ну, это смесь с направляющей. И здесь у меня 17. Ну, этот у меня по ширине выехал. Друзья, ну, по итогу получился у нас вот такой вот бутылка-рест. Да, идея не моя. Я увидел это в интернете. Попробовал сделать для себя. И показал вам. Если понравился такой выпуск, все равно палец вверх. Пишите ваше мнение. Можно было бы, конечно, его сделать и на ленточной пиле. Я просто попробовал сделать его на фрезерном ЧПУ. Потому что у меня он есть. Для меня это было сделать проще. Вот. Так что, если ролик понравился, палец вверх. Пишите ваше мнение. Вам же всем крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok